Валерия Кореная Перемешай меня с небом, песком и водой Эта прекрасная помесь творцу интересна Он из нее слепит форму, дополнит собой Вообразить для него, знаешь, проще простого Может, частица моя станет чьей-то судьбой Или поможет мое долетевшее слово Может, откроется правда для чьей-то души Или закроется правда от чуждого глаза Кто бы ты ни был, тебя я не буду смешить Все мои планы в блокноте твоем с предзаказом В каждом меню есть свой выбор из нескольких блюд Дверью входной ошибиться не так уж и трудно Если за каждой и встретят, и даже нальют Может, еще повезет с проживанием бессудным Может, заблудшему путнику мало огня Света ему недостаточно даже с зарею Может быть, будет какой-нибудь толк от меня Если стихи пронести фонарем над землею Если покажется, что затухает огонь Думать не вздумай, что нет меня в дикой природе Если песчинка тебе упадет на ладонь Значит, душа моя рядом счастливая бродит Я не жалею об ушедшей молодости Я доволен своим возрастом Теперь все стало ясно видно Литературу ни тихостью, ни робостью не сделаешь Это похоже на самоистязание Зачем я полез в это каторжно-писательское дело Не понимаю Я, тяжелая астматика, не могу даже крикнуть как следует А писателю надо не промотать, а говорить во весь голос Так говорил он После чего долго молчал И его молчание истолковывали на все лады И власть дойдет до того, что много лет Будет делать вид, что он живой Когда он давно уже был расстрелян Добрый день, уважаемые радиослушатели С вами Валерия Кореная За звукорежиссерским пультом Акмаль Тахиров Программу я не случайно начала со своего стихотворения «Есть ли весь смысл в завершенности жизни земной» Мой сегодняшний герой и писатель Узнаваемый с первых строк и проживший всего 45 лет Разве можно в таком возрасте говорить о завершенности жизни? Это самый расцвет творца, самое время создавать прекрасное Уже обладая опытом и мастерством У него, Исаака Бабеля, каждая строка столь убедительна и выпукла, Что кажется, будто душа его и бродит где-то здесь, рядом Восторг, который ты испытываешь, читая Бабеля, не сравним ни с чем И чем сильнее трагедия его жизни, тем ярче и концентрирование Выходит из-под его пера произведения И каждая фраза его точна, как снайперский выстрел Лишь точная дата его смерти Станет известно почти полвека спустя Родился Бабель в царское время, а жил в советское Видел коллективизацию и насильное преобразование страны Он не только писатель, сценарист и драматург, но еще переводчик, Журналист и военный корреспондент Свою биографию он будет писать по мере ее поступления На ходу редактируя себя же Чем запутает знатоков своей жизни Он умеет не только приукрашивать реальность, но и выдумывать ее И говорит, что его рассказы не автобиографичны Однако поустовски вспоминал слова Бабеля Я не умею выдумывать, я должен знать все до последней прожилки Иначе я ничего не смогу написать Некоторые его рассказы от первого лица, но это чужие жизни А в других, говоря о вымышленных героях, он раскрывает и некоторые страницы своей биографии А в целом, ради художественности Бабель спокойно смещает даты реальных событий Бесчеловечность у него обыдена, как и вся жизнь Люди добрые, их научили думать, что они злые, они и поверили Это слова одного из его героев, которые так и остаются словами Исаак Эммануилович Бобель родился 13 июля 1894 года в Одессе, на Молдаванке Он третий ребенок Эммануила Бобеля и Фанни Швехвель Ему будет полтора года, когда семья переедет в Николаев Отец его торгует сельскохозяйственными машинами Вскоре совсем маленькими умрут старшие брат и сестра будущего писателя А когда ему будет три года, на свет появится еще одна сестра Мэри Они будут дружны всю жизнь, Мэри будет заниматься архивом брата Все мужчины в нашем роду были доверчивы к людям И скоры на необдуманные поступки Нам ни в чем не было счастья То ли делится, то ли пророчит писатель Мой дед был раввином в Белой Церкви Его прогнали оттуда за кощунство И он шумом и скудно прожил еще 40 лет Изучал иностранные языки и стал сходить с ума на 80-м году жизни Изо всей семьи оставались только безумный дядя Симон, живший в Одессе, мой отец и я В Николаеве Бабель учится в коммерческом училище Где помимо традиционных дисциплин изучает древнееврейский язык, Библию и Талмуд Потом, ему будет 11 лет, семья вернется в Одессу Маленький Саак – это мальчик в очках Старой тужурки и помятой фуражки Очки не могут скрыть его выразительный глаз То насмешливых, то печальных Бабушка уверена, что внук прославит их фамилию А говорит она на специфичном языке еврейской черты оседлости Бабушку Миндлю писатель часто вспоминал Ее жарко натопленную комнату, ее фаршированную рыбу с хреном Она много рассказывала, водила внука на молдаванку, показывала, объясняла, знакомила, понимая, что эта история уйдет вместе с ней А он всматривался в жизнь уже тогда, словно накапливая литературный материал, который всегда будет видеть и в людях и в ситуациях Сам Исаак человек открыт и может рассмешить любого Иногда отвечает по телефону женским голосом Его нет, уехал на неделю, передам Это когда ему мешают работать Он невысок, приземист, не похож на писателя Втянутый в плечи голова, лоб кабинетного ученого Да и живет не как писатель, без мебели, из красного дерева, без книжных шкафов и секретаря У него нет даже письменного стола, пишет на кухне, где придется, даже на верстаке деревенского сапожника, у которого будет снимать жилье Илья Эренбург вспоминал, что при первом знакомстве Бабель сказал Человек живет для удовольствия, чтобы спать с женщиной, есть в жаркий день мороженое Но будет ли у самого писателя в его жизни удовольствие? Можно ответить сразу «да» Писать для него станет главным счастьем и удовольствием Достаточно ли этого? Не обманет ли его собственная вера в то, что это может случиться с любым, только не со мной? Как-то его спросили о творческих планах Хочу купить козу, ответил Бабель Беседы о лошадях ему интереснее, чем о литературе Он даже собирался писать лошадины роман и жил рядом с конным заводом, любил лошадей В 1911 он стал студентом Киевского коммерческого института Экономического отделения под своей первоначальной фамилией Бобель Там же учился и приехавший из Риги Шлома Вовсе Будущий актер и режиссер Соломон Михоэлс Студент Бобель познакомится с Евгением Гронфаин Дочерью богатого предпринимателя, гимназисткой последнего курса Они влюбятся друг в друга, но о женизьбе не может быть и речи Он студент, голодранец, сын среднего одесского купца Не годится в мужья богатой наследницы Гронфаина И влюбленные сбегут в Одессу Старик Гронфаин проклянет весь род Бабелей и лишит дочь наследства В 1919-м Исаак и Евгения поженятся А потом завод Гронфаина национализируют И вскоре его беспутный зять выйдет в люди Станет знаменитым писателем с большими гонорарами И спустя многие годы, уже расставшись с первой женой Евгении, Бабель Поедет хоронить ее отца и поможет ее матери с паспортом для отъезда за границу Вообще писатель будет заботиться обо всех своих женах и детях И сохранить с ними дружеские отношения, пока им это будет угодно Он приедет в Петербург, но поскольку у него нет права жительства В городе будет скрываться в погребе на Пушкинской улице У одного растерзанного пьяного официанта Так он напишет в своей автобиографии Он пытается скрыть свое буржуазное происхождение Да его романтическая, лицедейская натура тоже не дремлет Он снимет комнату в квартире инженера Который, взглянув на нового жильца, прикажет запереть на ключ двери с комнаты Бабеля в столовую И на всякий случай уберет пальто и калоши Интересно, что 20 лет спустя Бабель поселится в квартире старой француженки в парижском предместе И хозяйка тоже будет запирать его на ночь, боясь, что он ее зарежет Читать Бабеля удовольствие особое Наслаждаешься богатством его речи Я бы штрафовал писателей за каждое банальное слово, говорит он о своих собратьях по перу Не особо оттачивающих слов Отмечая способности начинающего тогда эмигрантского писателя Набокова, Сирина Бабель скажет, писать умеет, только писать ему не о чем Еще в 16-м году Горький, посмотрев рассказы Бабеля, посоветовал ему пойти в люди и не печатать своих произведений в течение семи лет И Бабель пошел в люди Он был репортером, служащим, солдатом, побывал во многих местах Потом, много позже, сказал Леониду Утесову, человек должен знать все Это невкусно, но любопытно На румынском фронте он увидит жизнь, смерть, любовь, все, что нужно писателю Он будет корреспондентом газеты «Красный кавалерист» в рядах Первой конной армии под командованием Буденного Писал об этом от имени Кирилла Лютого Его записи вылились в сборник рассказов «Конармия» Огромный пласт горя и страданий простых людей От писателя ждали революционной пропаганды с героическими мифами о красноармейцах Но он пишет то, что видит И Буденный усмотрит в книге клевету на бойцов своей армии и назовет Бабеля дегенератом от литературы А Сталин скажет, что Бабель пишет о вещах, которые не понимает Спасет его Горький, сказав, что книга вызвала у него к бойцам конной армии любовь и уважение, показав их действительно героями Бабель любит поэзию и дружит с Багрицким, Есениным, Маяковским, но литературные следы не выносит Говорит, когда нужно пойти на собрание писателей, у меня такое чувство, что сейчас предстоит дегустация меда с касторкой Он писал сценарии для кино, какие-то оказались удачными, другие нет Он редактировал двухтомник Шола Малейхама в русских переводах и адаптировал для кино его роман «Блуждающие звезды» В сценарии пьесы приносили доход, даже когда проваливались Работал он много и при этом говорил, главная беда моей жизни – отвратительная работоспособность Когда вышли его рассказы «Элия Исаакович и Маргарита Прокофьевна и мама Римма и Алла» Бабеля собрались судить за порнографию, кощунство и покушение на неиспровержение существующего строя Лишь революция 1917 года помешала суду Во многом наивный Бабель считал, что с помощью искусства злые люди становятся добрыми Писатель работал переводчиком в иностранном отделе ЧК Он хорошо говорил на восьми языках и переводил письма с французского на русский и наоборот Потом он примкнул к казачьему войску и, увидев изнанку войны, писал «Зверьё!» Они пришли, чтобы грабить И телеграфным языком в дневнике делал пометки, чтобы не забыть Евреи в руках поляков Погром, голый, едва дышащий старик-пророк Зарубленная старуха, ребёнок с отрубленными пальцами Многие едва дышат, всё перевёрнуто, хаос Мать над зарубленным сыном старуха, свернувшаяся калачиком четыре человека в одной хижине, грязь, кровь под чёрной бородой, так в крови и лежат Евреи в руках большевиков Наши ходят равнодушно и пограбливают, где можно Сдирают с изрубленных Ненависть одинаковая Казаки те же Жестокость та же Армии разные Жизнь местечек Спасения нет Всё губят Да, Бабель всё это видит И безжалостно, как объектив кинокамеры фиксирует увиденное В своём дневнике он пишет сокращённо на французском, немецком, на идише или иврите О том, как солдаты насилуют всё женское население И все они поголовно больны сифилисом, от которого лечатся оттолчёнными стеклом и карболкой Одна из сквозных тем его дневника Судьба армейских медсестёр, которые вынуждены жить со всяким желающим Никакое железо не может войти в человеческое сердце так леденяще, как точка, поставленная вовремя, пишет он Бабель отвоевал и вернулся на Молдаванку И после конармии случится новый взрыв Одесские рассказы Появится его бене крик сотоварищей Лавочники, они мели, налётчики усмехнулись Шестидесятилетняя Манька, родоначальница слободских бандитов, вложила два пальца в рот, свистнула так пронзительно, что её соседи покачнулись Маня, вы не на работе, заметил Беня Хладнокровней, Маня Фигура налётчика Бени Крико, списанного с легендарного бандита Мишки Япончика, восхищает автора Одесса признала Бабеля сразу, с тех пор, когда в газете «Моряк» был опубликован его рассказ «Король», уже тогда зрелый И Полстовский сказал, что после этого рассказа он понял, что ещё один колдун пришёл в нашу литературу, и всё написанное этим человеком никогда не будет бесцветным и вялым Сутулый, почти без шеи, из-за наследственной одесской астмы, с утиным носом и морщинистым лбом, с маслянистым блеском маленьких глаз он с первого взгляда не вызывал интереса Но только до той минуты, пока не начинал говорить Его можно было принять за камивая жора или маклера С первыми же словами всё менялось В тонком звучании его голоса слышалась настойчивая ирония Многие люди не могли смотреть в прожигающие насквозь глаза Бабеля По натуре он был разоблачителем Любил ставить людей в тупик, и потому слыл в Одессе человеком трудным и опасным Он рассказывал, как был в последней парижской квартире Мопассана Рассказывал о нагретых солнцем розовых кружевных абажурах, похожих на панталоны дорогих куртизанок О запахе бриллиантина и кофе О комнатах, где мучился больной писатель У Бабеля было хорошее французское произношение Этот человек неслыханно настойчивый, цепкий, желающий всё видеть Не брезгующий никакими познаниями, внешне склонный к скепсису, даже к цинизму А на деле верящий в наивную, добрую человеческую душу Недаром Бабель любил повторять библейское изречение Сила жаждет, и только печаль утоляет сердца Стоило, слушая Бабеля, закрыть глаза Чтобы сразу же очутиться в душном вагоне одесской конки И увидеть всех попутчиков с такой наглядностью Будто вы прожили с ними много лет И съели вместе добрый пудовик соли Может быть, их вовсе и не существовало в природе этих людей И Бабель их начисто выдумал Но что за дело нам было до этого, если они жили во всей своей конкретности Хрипящий, кашляющий, вздыхающий и выразительно подмигивающий друг другу на месье Бабеля О котором уже говорили по Одессе, что он такой же умный, как Горький Бабеля по праву назовут мастером короткого рассказа И если в начале литературного пути его язык полон метафор, то позже он сдержан из строк Его имя появится в серии «Мастера современной литературы» Писатель будет иронизировать по этому поводу Потом у него и у австрийского инженера Бруна Штайнера Появится одна машина на двоих Восьмицилиндровый Форд Рядом с Полустовским летом 1925 года Бабели снимают дачи На девятой станции Фонтана в Одессе Бабель с женой Рыжеволосой красавицы Евгении и сестрой Мэри, похожей на брата Она выполняет все его поручения от переписки рукописей до сражения с наглыми поклонницами Которые приезжают целыми отрядами посмотреть на Бабеля Его это выводит из себя Его жена Евгения из буржуазной семьи А привыкнуть к причудам Исаака Эммануиловича не каждый способен Ведь он может привезти в комнату, где они живут, бывших однополчан И объявить Женя Они будут ночевать у нас Литературный успех у Бабеля ранний Соответственно, доход устойчивый, но денег не хватает Он посылает их за границу, помогая друзьям В Переделкино начнут строить писательский городок И он согласится поселиться там только после того, как узнает, что дачи стоят далеко друг от друга И не нужно будет ходить в гости к соседям Природа замечательная Но сознание, что справа и слева от тебя сидят и зачиняют еще десятки людей В этом есть что-то устрашающее, скажет он Отец писателя умрет в 1924 году А вскоре его мать и сестра Мария с мужем эмигрируют в Бельгию Годом позже в Париж уедет и жена писателя Художник Евгения Гронфы Учиться живописи Это согласно официальной версии Не исключено, что ее внезапный отъезд Произошел после того, как она узнала Впрочем, о том, что произошло дальше в судьбе Исаака Бабеля Во второй части программы после песни «Купите папиросы» в исполнении «Джем Махалит» и рекламы С вами Валерия Кореная на волне 620 AM Дэвид Зун Радио Нью-Йорк Не переключайтесь В эфире программа «Крылья из чердака» С вами Валерия Кореная Окажется, что у Исаака Бабеля не просто роман с актрисой Мейерхольдовского театра Тамарой Кошириной Она родила от писателя сына Эммануила А ребенки знают сестра Бабеля и его мама И упрекают его это безобразие В конце 20-х, начале 30-х годов писатель путешествует по Франции, Италии, подолгу живет в Париже Общается с западными литераторами Его дружбу с Андре Мальро позднее инкриминирует ему, как шпионаж Бабель знаменит в Европе Его поклонник Эрнест Хемингуэй В 25-м году он пишет Тамаре Встретил Сережа Есенина Мы провели с ним весь день Он вправду очень болен, но о болезни не хочет говорить Пьет горькую С необыкновенной жадностью он совсем обезумел Я не знаю, его конец близок ли, далек ли Но стихи он пишет теперь величественные, трогательные, гениальные После Есенинской свадьбы Бабель, не склонный к утяжам, в первый и последний раз в жизни Вернется домой под утро без бумажника и паспорта Ничего не помня, кроме того, как Есенин читал, вернее, пел в ту ночь свои стихи Они вместе часто ходили в чайной в заряде Поэт был весел и охотно общался со всеми Он не выглядел человеком, помышляющим о смерти всерьез Хотя, кто знает, как выглядит такой человек Бабели часто упрекали в упоении жестокостью в его произведениях Но писателя привлекала не жестокость, конечно же, как таковая А яркие человеческие страсти, масштабные события, обнаженная жизнь Он пишет с натуры о том, что знает, как военные фотографы на поле боя Никто же не говорит, что фотографы слишком жестоки или упиваются войной и смертью Просто Бабель чересчур достоверен и натуралистичен Другие так не могут Язык его свеж и сжат до небывалой плотности, из которой не вырваться Каждое лишнее слово в прозе вызывало у самого писателя физическое отвращение Он вымарывал из рукописи лишние слова с такой злобой, что карандаш рвал бумагу Он не говорил о своей работе «пишу», говорил «сочиняю» И жаловался при этом на отсутствие у себя сочинительского дара и воображения Бога, прозы и поэзии, по его словам В Бабеля полетят обвинения в искажении советской действительности и даже в антисемитизме Но он в дружеских отношениях со многими власть придержащими Общается с Рыковым и Каменевым, с Зиновьевым и Троцким За границей оставаться не собирается В двадцать седьмом, пишет из Парижа Тамаре «Жизнь мою за границей нельзя назвать хорошей В России мне жить лучше Переучиваться на здешний лад не хочется Никогда и не испытывал такой материальной нужды, как теперь Положение иногда создается унизительное Вся надежда на пьесу и на то, что ты похлопочешь Речь идет о пьесе «Закат» Она была поставлена во Мхате неудачно Спектакль закрыли после двенадцати представлений Пьесу обвиняли в идеализации хулиганства и тяге к мещанству В Париже писатель познакомился с Шаляпиным Виделся с Буниным и говорил «Здешний парижский таксист гораздо свободнее, чем советский ректор университета Шофером или нет, но свободным гражданином я стану Гулять за границей я согласен, а работать надо в России» Он любит разговоры с Олешей Огорчает его то, что Юрий Карлович Прикладывается к бутылке и Бабель говорит «Не налегайте, Юра, я теряю собеседника» О блуждающих звездах он пишет «Еще не видел, говорят, гадость ужасная, но сборы аншлаг за аншлагом» К Бенни Крику, картина очень плохая, пишу надписи От этой кинематографической дряни настроение скверное Вместе с тем Бабеля не может не радовать, что выходит первый сборник его рассказов на английском языке Затем французский, немецкий, испанский переводы Когда он выступает, то словно общается с каждым слушателем в отдельности, даже в больших залах И каждый чувствует обращение писателя именно к нему Читает он просто, спокойно, с южной интонацией и темпераментом, которого достаточно в самих рассказах С лица его нисходит улыбка добрая, но насмешливая и немного грустная Два первых года после рождения сына от Тамары Кошириной он его видел А затем Тамара вышла замуж за писателя Всеволода Иванова Сын Эммануил стал Мишей Получил фамилию отчима и до 17 лет не знал, что он единственный сын Бабеля Писатель сделал еще одну попытку войти в ту же воду Вернуться к законной супруге Евгении, приехал к ней в Париж И тогда, в результате примирения в 29-м году, жена родила дочь Наталью Но отец увидит ее только в три года, когда, наконец, получит разрешение на поездку к семье Наталья Натали Браун станет американским литературой ведом Под ее редакцией на английском языке выйдет полное собрание сочинений ее отца Писатели говорят, что он странник, фокусник, обманщик, иронист Безденежный, ускользающий, живущий на краю, в стороне от общей колеи, нищий Тянется к парижским низам, барам, проституткам, таксистам, жокеям Все это напоминает отчаянные эксперименты Оруэлла Но бытовую часть жизни никто не отменял И когда хмель революции ушел, Бабелю нужно было вписываться в новую эпоху Но как? Он не может писать о том, что не знает и не чувствует Он окажется внутри коллективизации Напишет, через год-два мы будем иметь благосостояние, которое затмит все Что быть свидетелем новых отношений и хозяйственных форм интересно и необходимо При этом в личных разговорах писатель говорит другое Что коллективизация страшнее того, что он видел в гражданскую войну Он не прославляет нового советского человека А при Сталине требуется усилить патриотизм и воспевать успехи, даже если их нет Сталин просит писателей стать инженерами человеческих душ Бабель знает, что отказ равносилен смерти И вот его уже не печатают Журналы ему отказывают Он не угоден У него десяток переплетенных томов, но это рукописи То он ютится у друзей, то исчезает, никто не знает, где его искать Потом вдруг оказывается, что он живет в сорока километрах от Москвы В деревне у крестьянина в бывшем коровьем хлеву с земляным полом, превращенным в комнату И говорит, не могу работать в Москве Тянет в глушь, там лучше пишется Когда мне нужно в город, еду поездом А из Москвы меня часто возят на машине друзья Но друзей ему действительно везет Он умеет слушать и почувствовать Даже в случайном встреченном человеке может изюминку Люди перед ним раскрываются Он не печатает новых вещей долго Живет на проценты с опубликованного У него не просто чувство юмора Он обладает искусством перевоплощения Его широкая натура женщинами сомнений не вызывает Но с издателями дела обстоят иначе Бабель обещает редакциям рассказы Берет аванс и исчезает Надолго Потом внезапно появляется Забирает рукопись на один день Чтобы якобы внести правки Снова берет аванс и опять пропадает Искусство его вымогать аванса Изумительно говорят о нем У кого только не брал, кому только не должен Адрес его неизвестен Он живет в разъездах, в провинции Имущества нет Он неуловим и неуязвим, как дух И все же Когда на его имущество и главные рукописи наложат арест Он напишет Я вызываю всех писателей СССР На конкурс бедности со мной У которого не только квартиры нет, но даже из самого паршивенького стола Горькому он жалуется, что государство относится к нему, как к врагу народа В 33-м Бабель вновь выйдет в Париж Навестить жену с дочерью Вопрос о выезде писателя решался самим Сталиным Лично они никогда не встречались Но Бабель косвенно выступил против него Написав конармию с ее военными промахами И тем самым оскорбил Сталина Он понимал это И знал, что следующей поездки за границу может не быть Знал, но не верил Ведь это может случиться с кем угодно, только не со мной Правда ведь? После смерти Горького Бабель скажет Теперь мне жить не дадут За несколько недель до ареста Писателю позвонил Александр Фадеев Секретарь Союза писателей сказал, что Сталин интересуется его работой Фадеев спросил, может он, Бабель должен куда-нибудь поехать Ну вот сейчас, казалось бы, уже не просто звоночек, а колокольный звон Ему уже впрямую говорят, беги, но Бабель не хочет бежать Его контакты с главой НКВД Николаем Ежровым тянутся аж с 29-го года За три года до этого у писателя была тогда любовная связь с Евгением Хаютиной Тогда еще будущей женой Ежова До их знакомства Бабель бывал у них в гостях Играл с Ежовым в городке и слушал его рассказы И однажды он остался наедине с Егодой И чтобы прервать тягостное молчание спросил его Генрих Григорьевич Скажите, как надо себя вести, если попадешь к вам в лапы? Тот живо ответил Все отрицать Какие бы обвинения мы не предъявляли говорить Нет, только нет, все отрицать, тогда мы бессильны Увы, этому совету Бабель не последует Вернее, последует, но будет уже поздно Второй и последний раз Писатель встретится с дочкой Натальей в 35-м Когда приедет в Париж на конгресс защиты культуры и мира И тогда он уже будет жить с другой женщиной Своей последней женой Антониной Пирожковой Красивая, с большими выразительными глазами Крупными чертами лица Антонина Главный конструктор института Метропроект Проектировала станции метро Киевская, Арбатская Площадь революции, Маяковская Вот вы, молодая и образованная девица Провели с довольно известным писателем целый день И не задали ему ни одного литературного вопроса Почему? — спросит он спустя несколько часов после общения И тут же, не дав ответить, скажет Вы совершенно правильно сделали У Бабеля были уже две попытки построения семьи И эта, третья, окажется удачной, но короткой Им будет отпущено семь совместных лет Он осыпает Антонину подарками, правда, потом их отнимает иногда Привез из Франции фотоаппарат, и знакомый фотограф Пожаловался на сломанную камеру Бабеля отдал ему Он говорит, что вещи и деньги нужны ему лишь для того, чтобы их раздаривать И дарить друзьям и знакомым свои часы, галстуки, рубашки У него берут в долг и, как правило, не отдают Но когда он на новоселье раздал людям свою мебель Пришла его тетка со словами «Мой племянник сумасшедший, это наша фамильная мебель, отдайте обратно» Антонина на супруга не обижается Бабель говорит «Женился на дивной женщине с изумительной анкетой Мать неграмотная, а сама она инженер на метрострое Он уводит ее в гости, на ипподром И хочет, чтобы она не работала Но с гордостью показывает ее чертежи друзьям Она у нас математик Вы только посмотрите, как все сложно Это вам не сценарий писать Хозяин в семье он Жена не знает забот, в том числе и материальных Пишет он много, но часто в стол Израбатывает все же мало Проценты с публикации его спасают Он для жены достает наряды из Парижа Когда в 37-м Антонина родит дочь Лидию Бабель придет в роддом с 20 коробками конфет Официально он с Антониной так не распишется В 30-е годы официальный брак называли мещанством и буржуазным предрассудком И это сыграет злую шутку Потом, когда Антонине придется через суд доказывать, что она была женой писателя В 35-м в Париже проходил конгресс писателей в защиту культуры Приехала советская делегация без Бабеля Французские писатели просили включить Бабеля и Пастернака в состав делегации Бабель, один из самых издаваемых писателей за рубежом И французы заявили, что покинут форум, если этих писателей не будет Их и прислали Эта мировая известность Бабеля И станет причиной разыгранных многоходовок Мистификаций, когда много лет будут скрывать факт его расстрела А тогда он выступил на конгрессе Говорил не по бумажке, а от себя По-французски Весело, с юмором И в течение 15 минут люди смеялись И вновь Ну, казалось бы, останься во Франции Ты известен, тебе создадут условия Но он вновь возвращается в Советский Союз И 15 мая 1939 года писателя арестуют Через месяц после ареста Ежова Думали, что Бабель при аресте окажет вооруженное сопротивление Для прикрытия взяли Антонину Писатель открыл дверь Ему надели наручники Но органы, которые, как известно, любят показательные выступления И прилюдные задержания распространят слухи Что писатель при аресте отстреливался Бабеля не только допрашивали Но, скорее всего, подвергли пыткам Осталась его фотография с кровоподтеками на лице Лишь в 80-х годах удалось получить доступ к его делу Хранящемуся в КГБ Жизнь Бабеля должна была остаться тайной для советских людей Во время допросов он подписал все И то, что он французский шпион и троцкист Он подтвердил, что вел антисоветские разговоры Среди других литераторов, артистов и кинорежиссеров Олеша, Катаев, Михойлс, Григорий Александров, Сергей Эзенштейн Что через Эренбурга установил шпионские связи с французским писателем Андре Мальро И передавал ему сведения о состоянии воздушного флота Он думал, что его вышлют в Сибирь И он сможет там писать Он быстро понял, что допустил ошибку И тут же отказался от своих признаний Сказал, что оклеветал ни в чем непоминных людей И себя по принуждению Но теперь уже не поможет ни дружба с чекистами Ни даже тот самый откровенный панигирик вождю Пропетый им на первом съезде советских писателей Еще в 34-м Посмотрите, как Сталин кует свою речь Какой мускулатурой полны его немногочисленные слова Я не говорю, что всем нужно писать, как Сталин Но работать, как Сталин, над словом нам надо А в кулуарах тогда же чекисты зафиксировали реплики Бабеля О том, что съезд проходит мертво, как царский парад Да и Корней Чековский вспоминал, какую тоску в нем вызвал этот съезд После ареста Бабеля Антонине огласят вердикт Десять лет без права переписки И скажут, что расстрел нет, к Бабелю не относится Чтобы Запад не узнал о расправе над писателем Тогда НКВД и начнет свой многолетний спектакль Годами к его жене будут приходить разные люди С неплохими актерскими способностями Рассказывать, как и при каких обстоятельствах видели Бабеля А она будет верить и каждый год подавать запрос о состоянии заключенного Бабеля Ответ приходил одинаковый Жив, здоров, содержится в лагерях В 1947-м ей сообщат, что Бабель будет освобожден в следующем году Антонина с дочкой сделают ремонт Перетянут мягкую мебель Но он не вернется Антонина подумает, что закон изменился и срок продлили А в 52-м чекисты пойдут еще дальше Подошлет к ней человека из заключения Он расскажет, что Бабель жив Много пишет и находится в лагере на Колыме Потом придумает историю, что писатель умер В лагере И его нашли мертвым, прислонившимся к дереву Антонина 15 лет ждала мужа для того, чтобы узнать Что расстреляли его еще тогда 27 января 1940 года Писателю было 45 С 39 по 55 его вообще словно не существовало Его имя изъяли из советской литературы Поустовский помог вернуть имя Антонина напишет воспоминания Семь лет с Исааком Бабелем Она проживет 101 год И умрет во Флориде До сих пор произведения писателя Конфискованные при аресте не найдены А было 15 папок с рукописями 11 папок с законченными книгами и письма Среди рукописей Три его главных произведения Коля Тапус о предпринимателе и преступнике, который пытался выжить Книга об НКВД и рассказы Лишь после реабилитации его потихонечку стали печатать Был издан сборник с предисловием Ильи Эренбурга Он назвал Бабеля одним из выдающихся писателей 20 века Сам же Бабель советовал брату-писателю Держаться ближе к жизни Знать больше простых людей И бояться книжничества Плохо, когда писатель отталкивается не от жизни А от книги, говорил он А на войне, по его мнению, лучше быть убитым Чем числиться без вести пропавшим Ох, если бы он только знал тогда, что говорит о себе Он, этот жизнерадостный человек, писатель От взгляда которого ничего не ускользало И до сих пор кажется, что герой его произведений Где-то рядом с тобой И на лице твоем невольно появляется добрая улыбка Я благодарю вас за внимание, уважаемые радиослушатели И за помощь в подготовке программы Звукорежиссера Акмали Тахирова Оставляю с Леонидом Утесовым И прощаюсь до следующего вторника Услышимся в полдень На волне 620 АМ Дэвидзон Радио Нью-Йорк С вами была Валерия Коренная Все, что вы слышите в этой программе Не новость, но тоже правда Вы слушали программу Крылья с чердака Автор и ведущая Валерия Коренная Валерия Корректор А.Егорова Валерия Корректор А.Егорова Валерия Корректор А.Егорова